Меня зовут Крива Зупалёна, мне 37 лет, я живу в Минске. Я работаю массажистом на протяжении долгих лет, и я помню особенности строения тел всех моих клиентов. Это очень удобно, потому что мне не нужно ввести медицинскую карту. Как только человек приходит ко мне на массаж, только прикоснувшись к нему, я уже понимаю, кто это, и какая у него история болезни. Я очень люблю свою работу. Когда люди приходят ко мне на массаж, я делюсь с ними своей энергией. Каждого человека я люблю по-своему. Как только я к нему прикасаюсь, идёт энергообмен. Они счастливы, довольны, и мне хорошо. А ещё я очень счастлива, что судьба дал мне такую возможность показать всем, на что способны мои руки. В проекте «Удивительные люди» Алена Кривозук. Алена, давайте перейдём сразу к условиям испытания. У нас очень серьёзное и, безусловно, сложное испытание для вас. Алена утверждает, что может запомнить человека на ощупь. Давайте узнаем, так ли это. Начинаем испытание для Алены Кривозук. Для начала я прошу ассистентов завязать нашей участнице глаза. Теперь я приглашаю в эту студию тех, кого, собственно, и придётся осязать Алене. Я не думал, что произнесу это вслух. Для начала я прошу снять парней в футболке. Мне нужна помощь Наташи. Наташа, идите сюда. Прошу вас, Наташа, никто кроме вас не справится. Смотрите, что мы сейчас делаем. Тихонько на цыпочках. Осмотрите их. И в одного из них ткните пальцем, ладно? Я отойду пока в сторону. Очень тихо. Ну что, вы сделали выбор? Я не знаю, все красивые парни. Все красивые, все спортивные. Все на подбор. Наташа, мы их не оцениваем вот с этой точки зрения. Просто, ну, на любого. Вот, ткните пальцем на его, но очень тихо, чтобы героиня не понимала, кто это. Полюбоваться. Полюбоваться телом спортивным, красивым. Наталья увлеклась. Мы не сможем продолжить. Все, мы уже не сможем продолжить. Я никогда не видел такого же явления у Натальи. Сейчас, Вик, бери крайнего, крайнего бери. Вот этого крайнего. Ну, подойдите поближе просто. Да, правильно? Да. Вам аплодисменты, прошу вас. Спасибо вам большое. Я сейчас подведу его к нашей героине. Она постарается запомнить в рамках нашего испытания его на ощупь. Прошу вас. Поднимитесь и встаньте лицом героини. Лицо и волосы по условиям испытания трогать нельзя. Три минуты на все запоминание. Время пошло. Пресс. Подними руки. Опусти. Повернись. Напряги спину. Расслабь. Повернись. Я готова. Отлично. Прошу вас. Идите сюда. Вернитесь, пожалуйста, в строй. А теперь на тот случай. Если наше испытуемое может определить количество шагов, которые проделал наш атлет, я прошу вас быстро перемешаться в произвольном порядке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, а теперь снимите повязку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и задача для вас. Я прошу вас назвать человека, которого запомнили ваши пальцы. Прошу. Я постараюсь. Теперь уже дотрагиваться до парней нельзя. Шаг вперед. Шаг вперед. Напряги грудную клетку. Нет. Напряги. Пресс. Расслабься. Шаг вперед. Шаг вперед. Расслабься. Повернись. Напряги спину. Расслабься. Повернись. Подними руки. Опусти. Напряги грудную клетку. Повернись. Напряги спину. Ох ты. Повернись. Я уверена, это он. Вы действительно уверены? Да. Сто процентов? Да. И это действительно он. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ребята, можете надеть майки? Ну, так очень красиво, конечно. Александр, секундочку. Александр, он покраснил. И она его сразу вычислила. Все, давайте заново. Начнем сначала? Да. Алена, вы принимаете этот вызов? Потому что, ну, Наталья не уверена, что все произошло, ну, так уж как-то вот, как мы описывали, как вот эксперимент. Да. Правда, принимаете вызов? Да. Еще одна попытка? Ну, хорошо. Ну, вот сам вот красный. Повязку, пожалуйста, нашей героине. Кто из вас хочет выбрать героя? А? Не, Наталья, давайте, давайте снова вы, ладно? Давайте, да. Вот так, чтобы не было никакого подвоха. Выберите какой-то средний рост тогда. Чтобы не покраснели. Ну, в общем, вообще, чтобы он был такой средний паренек, никогда не краснел. АПЛОДИСМЕНТЫ Все. Подойдите ко мне. А теперь мы с вами отправимся к Алене. Поднимайтесь. Вставайте напротив. И снова у Алены Крювозов. Три минуты. Время пошло. Напряги пресс. Повернись. Подними руки. Напряги спину. Рассапись. Повернись. Я готова. Отлично. Тогда в строй, прошу вас. И, как и в прошлый раз, перемешайтесь, пожалуйста. В произвольном порядке. Снимайте повязку. Итак, Алена практически против Натальи Рогозиной. Да. Готовы? Да. Приступайте. Напряги грудную клетку. Расслабь. Повернись. Напряги спину. Подними руки. Повернись. Шаг вперед. Пресс. Шаг вперед. Напряги пресс. Расслабься. Шаг вперед. Напряги грудную клетку. Пресс. Стой на место. Это он. АПЛОДИСМЕНТЫ Наталья. Браво, браво. Молодец. Смотрите. Пять баллов. Некрасный. Красивый и некрасный. Молодец, молодец. Аплодисменты, Алене. Ну, возвращайтесь. В строй. Это правда было здорово. И очень убедительно. Очень убедительно. Ольга. Сдается мне... Может быть, она еще нюхачка, всему прочему. Может быть, она по запаху определила, кто стоял с ней рядом. И мы потом... Мы, понимая, что такой вопрос возникнет, попросили ребят не пользоваться парфюмом еще со вчерашнего дня. Серьезно. Серьезно. Поэтому по запаху их невозможно было определять. Василий. Я с таким не сталкивался, конечно, но это та самая саматасенсорная система. Евгений, я оттяну время. Я дадумал. Просто, чтобы вы собрались с мыслями. Ну, просто браво. Аплодисменты. Спасибо, Женя. Просто нет слов. Аплодисменты, Алене. Восемь поразительных талантов. Но только один из них окажется в финале проекта. Кто именно, узнает в конце выпуска. Это удивительные люди. Мы продолжаем. Браво! Браво!